здравствуйте рада видеть вас на своем канале и сегодня я хотел бы поделиться с вами своей радостью я закончила дизайн от марти bell веранда патриции вот что у меня получилось вот такая прекраснейшая просто удивительнейшая солнечная чудесная акварельная работа я необыкновенно довольна результатом честно говоря вот без этого кусочка и без бэкстич который я здесь закончила работа смотрела совсем по-другому теперь она целостно закончена и мне просто еще раз говорю просто необыкновенно нравится результат знаете когда я себе заприметила эту работу я в нее влюбилась я очень люблю солнечные работы люблю светящиеся работы а здесь этот цвет льется просто льется с этой картины необыкновенно теплая приятная уютная веранда того момента как я ее заприметила прошло приличное количество времени может быть года два-три я вам уже говорила что я увидела эту картину эту работу вышивку на канале у тани галкины она тоже ее вышивала и кстати говоря совсем недавно она ее оформила я оставлю ссылочку на ее канал на это видео где она рассказывает об этой форме на работе зайдите посмотрите я хочу оформить немножечко в другом плане но мы с вами об этом поговорим уже позже когда я ее наконец-то оформлю давайте сейчас поговорим и я расскажу все подробности потому что очень много девчонок интересовалась очень много девчонок просила меня схему перенабор действительно многими я раздала и я надеюсь что эта веранда будет уже не в двух экземплярах а в намного больших ног кстати говоря девчонки мне писали что они ее тоже вышивали то есть такой дизайн очень привлекающий внимание и очень интересный и такой неизбитый известный так скажем и так веранда патриции название фирмы вы сейчас видите на своем экране по размеру эта работа совсем небольшая 160 на 120 крестиков всего тут 20 тысяч около 20 с половиной тысяч крестиков если судить по саге и огромное количество ниток 94 цвета дмс что хочу сказать по этим девяносто четырем цветам это совсем не прогон вот в даже близко к прогону нет несмотря на количество цветов в этом дизайне кроме основных мест где используется дам большое количество желтых допустим вот с этой стороны или большое количество вот этих цветов хаки серых тут коричневых и так далее вот в цветах здесь огромное количество оттенков и они использованы прям совсем совсем по чуть-чуть ну и в принципе работа сама небольшая поэтому так скажем использована по чуть-чуть зато какой прекрасный результат мы видим что стул на настоль стоит какой-то букет здесь цветы да допустим не кажется вот ирисы вот это вот бугенвилле если я правильно ее называю здесь вот она разных цветов бывает какие-то необыкновенно красивые сиреневые белые ну то есть вся веранда залита цветом и и обрамляет огромное количество цветов конечно же конечно же тут цветов много и также в чем причина что здесь очень много цветов художница дизайнер который разрабатывал эту картину использовала растяжку этих цветов допустим оранжевый тут их много оранжевых да там допустим хотя вышивается очень легко там зеленый так там мешанины зеленых очень много оттенков зеленых может быть они не в одной куче использованы но их использовано много то есть мне кажется была такая задача использовать как можно больше цветов но это дизайн не портит вы видите картина не олиповатая вот она такая какая есть очень красивая работа да здесь какие-то вот включение странные встречаются дан вот это вот подвеска мелодия ветра у нас вот здесь всякие точки одиночки но все равно это как-то вот смотрится логично конечно вызывает у меня сомнения вот это вот метелка фотографию сейчас поближе вам вставляю то есть какое-то вот непонятное вот это что-то зеленое очень похожее то ли на сапоги рядом то ли может быть на какую-то подставку для этой метелки то есть с одной стороны дизайн интересный но с другой стороны какой-то немножечко странный угловатый и таким количеством цветов можно было бы проработать более узнаваемой детали допустим вот этот скворечник я бы никогда не догадалась что это скворечник если бы не прочитала в описании вот как сделать бык стива скаку нити что это именно скворечник то есть очень и очень сложно понять но слава богу что вот это понятно что это подвеска мелодия ветра музыка ветра так называемая а так конечно сложно опять же вот с этой катапсом кому-то кажется это собака кому-то кошкой мне вот честно вам говорю под каким углом смотреть подальше относишь вроде кошка поближе рассматриваешь вроде собака я уже расслабилась и решил ничего не переделать но пусть будет как будет кто кого видит тот как говорится и ладно даже интересно когда будет кости обращать внимание буду спрашивать кто им видится на этой картине интересно интересно конечно что еще в этой значит работе с такого странного я вышивала эту работу по саге но схема у меня тоже есть и конечно же превью у меня тоже есть и если мы будем рассматривать превью схему и сагу здесь абсолютно разница бэкстич допустим ну я сейчас не буду так подробно я об этом уже рассказывал допустим на превью есть бэкстич или нету бэкстича который есть на схеме а если мы будем брать перри по перенабор по саге ни в коем случае не ориентируйтесь на бэкстич который там потому что там огромные ошибки нету части бэкстича и весь бэкстич который дается в саге он вышивается в одну нить в этой работе целый талмуд вот посмотрите огромное количество цветов бэкстича и целый талмуд как вышивается то есть прям вот расписано одним и том же одним и тем же цветом в разных местах вышивается он совершенно по-разному и также в этой работе есть у нас лонгстич и бэкстич и тоже это все расписано как что и где вышивать то есть это все надо переводить сейчас с переводом никаких проблем я переводил по крайне с помощью программы на конечно кривенько переводится но понятно так что вот очень аккуратно будьте с бэкстич чем он здесь странный и опять же очень допустим странно посмотрите пожалуйста какие вот здесь вот толстые канаты до который поддерживает качели и вот здесь что у меня получилось я вам в прошлом видео показывала у меня была разница бэкстича один канат вышли одним способом другой другим но я в итоге остановилась на способы когда одной ниткой прошивается несколько раз и здесь вот распорола и переделала у меня здесь три нити по инструкции здесь одна нить но если мы посмотрим допустим на качели вот эти здесь явно идет в большее сложение нитей намного большее сложение нити поэтому конечно вот сейчас смотрю мне кажется опять мало то есть прям еще хочется больше выделить и мне еще одна зрительница написала что здесь явно другой цвет я проверила по ключу нет цвет тот же самый может быть мне действительно стоит взять и пройтись еще разик уже более темным цветом тогда эти качели будут более контрастно выделяться я имею ввиду не качели конечно же а канаты ну на самом деле в реале смотрится хорошо как-то логично все это почему-то на видео вот это вот полосочки мало воспринимается но я обязательно поставлю вам фотографии вы посмотрите скажете свое мнение может быть действительно стоит еще разик пройтись одним цветом да вот здесь вот какой-то в общем на стульях какой-то странный быстрее то есть вот бэкстич конечно не немножечко такой странноватый он конечно подчеркивает какие-то детали но довольно странные он я ничего не могу по этому поводу сказать но в целом в целом работа смотрится органично мне кажется вот если не вычленять из нее какие-то детали вот просто бросить взгляд она конечно прекрасно и вы знаете я когда вышла эту работу я смотрю вот я как будто встретилась со старой знакомой то есть мига такое было впечатление что у меня эта работа жила всю жизнь какая-то она родная может быть это зависит от того что я эту работу очень давно хотела вышить но у меня таких работ много которые я вышиваю после давнего знакомства но вот такого ощущения нет как будто это какой-то старый знакомый конечно красиво красиво ничего не могу сказать так что мои дорогие девочки кто хочет вышивать ни в коем случае не бойтесь вышивается на самом деле очень легко вот серьезно не потому что там да у меня какой-то большой стаж вышивания а действительно вышивается просто и легко особенно если вы будете вышивать по кростич саги ничего сложного нет вот это вот вышивается вообще элементарно вниз элементарно веранда все ну вот все очень просто вышивается да немножечко придется повозиться вот с этими цветами но это не критично у меня были работы намного намного сложнее и которые просто вот можно сказать да бесили помните как я прям могло меня прям раздражала раздражали эти одиночки в птицах у моих сейчас вот я напомню вам что это за работа здесь живут как-то это все органично было меня совершенно не раздражали да есть одиночки но их не огромное количество то есть с ними вполне можно справиться и они как-то вот понимаете они в тему эти одиночки были если там они меня раздражали то здесь все это было в тему не бойтесь вышивайте очень простая работа если она вам покажется сложной она небольшая вполне можно с этой работой справиться но она действительно прекрасно очень красивая очень настроенческая я думаю что вы не пожалеете что взялись за нее и что она у вас потом появится дома красота получается необыкновенная эту вышивку я вообще планировала закончить до сентября я начала ее в июне и рассчитывала что вышивая по 500 крестиков как раз к сентябрю закончу но так как я вышивала много я закончила раньше на месяц всего на этот проект мне потребовалось 26 вышивальных дней по ниточкам по ниточкам я не могу вам что-то сказать конкретно потому что я нитки брала вышивала я ниточками дмс и своих запасов у меня были практически не начатые моточки какие-то нитки ушли больше какие-то я целиком все восемь метров израсходовала и добавляла еще но каких-то израсходовалась совсем совсем мало буквально там может по одной пастами по несколько ниточек в принципе расход ниток всегда указывается в кростич саги поэтому я думаю с этим проблем нет если кто-то будет вышивать по схеме пожалуйста обращайтесь я вам этот расход могу скинуть если ее брать по сравнению с другими дизайнами мартибелл я посмотрела мне еще очень нравится синяя калитка и вообще вот вся серия калиток вот синюю калитку вы сейчас видите на своем экране там конечно мешанина полная там вот вот там действительно будет сложно там просто каша по сравнению с тем дизайном этот дизайн вообще детский сад у меня к сожалению нет того дизайна перри набора и как-то я поискал особо не нашла но видимо придется тогда делать самой но все равно в ближайшее время я ту калиточку не начинаю вот просто поставила ее себе в план и что когда-нибудь мне надо будет ее вышить но там сложно там вот реально сложно там тоже большое количество нитей реально сложная работа кстати говоря я вам совсем забыла сказать что в этом дизайне можно вышивать ниточками дмс а есть ключ в анкор и можно удешевить эту работу нитки анкор у нас стоит подешевле чем нитки дмс а по качеству кстати говоря ничем они ниточка дмс не уступает но это кому как мне например нитки анкор нравится некоторые их не любят можно конечно вышивать подбором мне кажется здесь ничего такого страшного нет можно какими-то попроще ниточками подешевле взять и вышить, мне кажется, тоже будет хороший результат. Все, мои дорогие, я надеюсь, что я все вопросы осветила, обо всем предупредила, и сейчас вы можете остаться на слайд-шоу этой работы, я покажу вам все крестики, все переходы цветов, бэкстич поближе можно будет посмотреть и насладиться вообще, мне кажется, этими замечательными красками цветотерапии устроить. Я на этом заканчиваю, была очень рада, что вы зашли ко мне в гости, до свидания, увидимся в следующем. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок